Здесь тоже есть интересный момент, на самом деле. Смотрите, на прошлых выборах муниципальных во многих городах победили, на многих округах победили оппозиционные кандидаты. То есть вроде как есть массовая поддержка власти, в Единой России и всех остальных. Но практика выборов показывает, что если власть допускает оппозиционных кандидатов на выборы, оказывается, что они побеждают на этих выборах. А тогда у меня вопрос, о какой мы тогда поддержке говорим власти, если она элементарно даже боится, боится выпустить оппозиционных кандидатов в поле, потому что она понимает, что они ее победят. Об этом стоит задуматься. Это повод задуматься однозначно, но какой смысл, ну, чисто гипотетически понимание? Человек изначально понимает, что это смыслу нет участвовать. Зачем идти участвовать и подавать документы, изначально зная, что ты не пройдешь? Это практика политической борьбы. Когда ты идешь и участвуешь, ты пробуешь политическую систему на прочность. Смотришь, куда ты можешь пойти, да. Кроме того, это твой шанс пообщаться с сообществом, то есть стать одним из лидеров сообщества. Посмотреть, сколько у тебя единомышленных. Пообщаться в полотную. Ведь есть же еще этап до самого выдвижения даже. Элементарно те, кто идет самовыдвиженцами, они могут идти в поле и просто говорить с людьми, как кандидаты, от двери в двери, да. Разговаривать, наносить свою точку зрения. То есть в том числе это и официальная политическая площадка, где ты можешь рассказывать о своих побеждениях. Поэтому это, конечно, важная практика, и несмотря на то, что ты не побеждаешь, да, ты всегда можешь сказать, что, во-первых, у тебя теперь есть сообщество, а во-вторых, ты можешь убедительно сказать, ребят, в России нельзя сейчас поменять ничего с помощью выборов, поэтому, друзья, если вы можете что-то сделать с этим, давайте вместе с этим что-то сделаем, и, видимо, это уже будет И вспоминаем про оружие пролетариата. Субтитры сделал DimaTorzok